где я села там и он сел всем привет доброе утро а что поцелуйчик это последняя очередь они в первую ну пошлю вам поцелуйчик что-то грязно что ли в общем так как сегодня сейчас работа почти все звонят и назначают время когда придут и у меня четверг занят одной семьей в общем я хожу я же много раз рассказывала хожу одну бабушку укладываю укладку делаю вот но я и бегуди накладываю и там как говорится как это сказать-то в общем под шумок приходит либо внук либо сестра либо дочка вот сегодня внучку стригла вот в общем четверг принадлежит их семье всей но вчера или позавчера позвонил мужчина тоже мой постоянный клиент я кстати про него вам рассказывала который оказался не тот вот и сейчас знаете как все хотят первыми быть чтобы вроде бы как отток открылась них никакой заразы ничего нету и он такой в четверг хочу прийти первым первым я он иностранец я говорю ну я такая думаю блин в четверг мне нужно к это эти я прям вот открываюсь в 10 и иду к ней сразу потом говорю ладно договорюсь пойду попозже я говорю хорошо а вот ну все ушла укладывать тут звони и я открываю это не дверь а решетка остается открыты чарли здесь вот и все знают что я здесь что скоро приду а вот и значит клиентка мне одна звонит но у меня здесь все такие клиенты они больше уже как друзья знаете такие вот все родственные уже отношения вот и она мне звонит ты где я говорю сейчас приду уже а уже здесь все почти знают что в четверг я хожу эту семью обслуживаю скажем так вот я говорю сейчас приду через полчаса она а я так и так испугалась гляжу чарли здесь а ты не отвечаешь дверь закрыта а я уже не знаю что делать сейчас хотел звонить твоей этой сестре мужа что она тут рядом же живет что случилось почему не никто не открывает вроде бы здесь а вроде бы и нету но когда горит ты мне ответила что это потом вспомнила точно ты же львиру пошла укладывать вот так и вот у меня клиенты беспокоятся обо мне и сразу говорит пойду звонить сестре лоли ее зовут лоли сестру мужа говорит что случилось почему типа это чарли говорит на меня гавкает я бы если бы я была где-то здесь там или в там стираю или еще что чарли был бы сто процентов со мной она откуда я знаю говорит я тут все уже расстроилась перетерял в общем представляете вот так вот переживают за меня мои клиенты вот ладно сейчас пойду я я и сначала накладываю бигуди потом вот ухожу перед закрытием иду снимаю ей бигуди и уже делаю укладку нас нужен уже месяца 4 наверное так делаем вот как мы вышли из карантина а потом поеду в лиддл вот чтобы душ посмотреть душ и там лаврушку вчера почему-то не нашла в этом так как у меня еды теперь на целую неделю готовить не надо пойду уже показывая он дом почти не ест вот я говорю горе смотри что я я приготовила, а он мне сказал, что придет сегодня есть, и показываю и это есть, и это есть, и то есть, и то я говорю, как в ресторане, блин кому готовлю? офигеть, потому что нравится мне готовить, я бы каждый день по два раза готовила, только кому? кому? некому? вот так вот приготовишь два дня, потом неделю сидишь, и ты все доедаешь холодец, рыба осьминог, в общем, трындец и хочется каждый день разнообразия смотрю телевизор вот ничего, а еще сегодня ножницы дезинфицировала, пол пальца отрезала они такие острые ножницы парикмахерские, это ж трэш я даже не заметила, как я отрезала, я только вот так чувствую, что думаю блин, все, отрезала палец не больно, не чувствуется отрезала, дезинфицировала как, все у меня, видите как, чисто я уже в Лиддале, сейчас пойду посмотрю душ душ головку от душ а не душ, а вот 10 евро а что, только всего одна, один вид ну вот, возьму блин, открытого нету ну, думаю, что он маленький а, и вот, главное, переключать вот так удобней, потому что у меня он на той вот тут, и очень неудобно тем более у меня пол пальца отрезано сейчас так, а что еще там надо лаврушку лаврушку у нас на той стороне должно быть или валькам покупать, там хорошая прям лаврушка такая, зеленая а тут я и не знаю, есть она или нету в общем, хорошо здесь мало народу а, вот творожок вот эти творожки вкусные с малинкой возьму и с ванилькой интересно посмотреть, что тут за душ он идет с вот этой фигней с шлангом но шланг мне не особо нужен потому что у нас еще нормально ну, можно, в принципе, и заменить раз уж есть-то вот этот поменьше этот поприкольнее да и вот так струю менять можно так вот прикольный больше ничего нет все, пошла я кушать и разогревать смотрите, что муж принес рыбу я даже не знаю, что это за рыба знаете, что это за рыба? пишите в комментариях ему дали кто-то ну, какой-то рыболов говорит, бери прям с ведром так смотрит я говорю, а кто это все будет чистить? я рыбу не не люблю не умею чистить ну, вернее, что там не умеет? я вообще не понимаю слова не умею есть слово не хочу правильно? вот он говорит, я сам все почищу сейчас приеду не люблю рыбу чистить мне прям как-то, знаете не по себе становится не знаю как-то не люблю ну, не люблю поэтому придет, почистит говорит, тебе сделаю филе там одна есть рыба это кабая скумбрия маленькие такие можно с овощами запеть а вот это вот плоское я даже не знаю, что это за рыба такая говорит, похоже на кабаю на скумбрию посмотрим сейчас приедет там кое-как и дела и пускай чистит ему же раковину освободила целоваться идет целоваться идет мое счастье все все нацеловался вот так вот такая вот собака ласковый сам идет целуется видите никто его не звал такое счастье мое да иногда у него бывает такой порыв любви аж пребывает от счастья все, хватит хватит любви да хватит любви вот столько рыбы получилось я раздать вот так по мешочкам разложила сейчас заморозку отправлю вот тут еще вот для кошек приготовил на работе у них там кошки есть и вот кошкам приготовил всего три кабака три вот этих вот кабалы а остальные вот какие-то вот такие в общем сейчас все заморожу потому что еды у меня целый холодильник вышли погулять но я сейчас еще зайду сначала яблоки куплю те вкусные яблоки потому что я все слопала они такие вкусные маленькие мелкие берешь одно и так раз и нету поэтому сейчас взяла сумку с ними буду ходить а то потом вдруг они закроются все-таки поздно возвращаюсь так что вот так Чарли конечно не любит это дело но ничего он подождет в своем парке и сегодня на пляж не поехала потому что ну не знаю муж пришел пока поел пока это рыбу чистил потом надо ее было оприходовать в морозилку что они там боятся что-то летит или что птичка птичка испугаешь что ли вот потому что ну в общем убирать надо ее было и в общем так время прошло а потом поздно я не люблю ездить в шесть пол шестого потому что уже все занято место даже если с родственниками то там все равно с ними нужно какую-то дистанцию соблюдать их же там много Чарли мой сейчас стою в этот фруктовый магазин ребенок но Чарли не остается вот так я его сажаю он садится и ждет меня у дверей и ребенок вышел и шаром ему так в морду прям раз 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 вот мой Чарли на него не реагирует скажет на дураков все трындец ты успокоился в общем что сейчас было это вообще трындец капец и все вместе в общем начали стрелять эти петарды Чарли ко мне подбежал и знаете даже не на руки ничего он просто ломанулся от меня домой а он же без привязи был ломанулся и все не смотрит ни на кого вперед я за ним бегом зову его аж голос потеряла кричу на весь парк Чарли Чарли тут эти стреляют салюты не знаю откуда они взялись салюты какие салюты у нас ни праздников ничего нельзя все запрещено откуда взялись эти салюты я вообще не понимаю он в общем ломанулся люди эти смотрят вот так вот все и не нет ладно бы видеть что собака убегает как бы от этих салютов перехватить или что нифига а он побежал домой он бы добежал домой ничего страшного но везде дороги он побежал знаете по пешеходному переходу перебежал эти дорогу по пешеходному переходу я тут кричу за ним следом машина останавливается и вижу два парня ну мужчины уже такие даже вообще не знаю не обратил внимания они видят что я бегу за Чарли кричу за ним Чарли Чарли типа подожди подожди и они короче перекрыли ему дорогу вот так вот встали прям вдвоем у меня даже голос пропал вот и перекрыли ему дорогу тот значит бежит тут люди на него ну вот так вот с руками да начал на них гавкать они на него наступать чтобы типа злить его там ну чтобы он забыл про эти петар эти салюты и все такое вот и я такая им кричу говорю возьмите его возьмите его они такие да да я короче подбегаю забираю его ну вот спасибо им сказала вот села такая и салюты закончились сели на лавочке короче я его там погладила фу жара такая и все и все я его прицепила и он домой домой только домой и вот домой пришли все лежит ты успокоился? Чарли Чарли Мечико что ты опасал? что ты опасал? и он вот так знаете он как бы не без меня он бежит 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 но поворачивается видит что я за ним бегу и опять ломанул и бежит вот так вот бежит 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 то есть наверное в метрах 50 от меня как бы не останавливается смотрит что я бегу следом но тем не менее убегает домой домой вот он прям по пешеходному переходу все как мы пришли так же он ушел если бы эти не парни я бы так наверное и бежала бы за ним до дома вот ладно бы говорю до дома тут ну ничего страшного добежали бы ну дороги везде везде машины в общем очень страшно в общем вообще трындец чуть не обкакалась да моя рыба ты испугался скажи мам я испугался как начали стрелять гады да гады такие что стреляют скажи все вообще надо все запретить стрелялки моя шляткая рыба так что мы сейчас не погуляли ничего ничего страшного испытали стресс ой блин только сейчас это отошло я даже говорю я как кричала Чарли пыталась перекричать эти салюты чтобы он меня услышал он как бы меня слышит но он вообще он не реагирует он не не подчиняется ничего он просто бежит тупо домой и все поэтому вот вот так вот страшно молодцы эти парни потому что они прям не растерялись знаете увидели меня такие что я за ним бегу машины остановились знаете даже я я-то он по пешеходам перехода побег а я-то нет я через дорогу они машины остановились ой блин вот так вот представляете зато яблоки купила и укроп что-то знаете мне укроп не особо понравился сейчас посмотрю хотя не ничего нормальный зелененький опять что-то прибежал что-то испугался кипаж на ужин у меня сегодня допиваю кефирчик вы знаете буквально года 3 назад о кефире можно было только мечтать в Лидоле потом начали продавать знаете что-то наподобие кефира но это был не кефир это знаете было от сливочного масла вот эта сыворотка потом мы ее почему-то убрали с продажей по-моему в Алде я видела что-то наподобие я из этой сыворотки но очень во-первых была похожа на кефир и я из нее делала блинчики очень вкусные а сейчас с кефиром вообще буквально за год вообще проблема исчезла его можно купить в любом магазине и как видите уже можно разными добавками я видела и с этими как его еще и бью это вам не хухры-мухры и видела и короче разные вкусы с клубникой там со всеми делами вот этот вкусненький но вот если бы не было там вот этих вот цедр лимона было бы еще вкуснее а так что-то какой-то знаете и поела и попила еще и килокалории мало ладно я что включилась попрощаться с вами я уже сходила в душ с новым душем муж увидел да намного удобнее а тот какой-то большой неуляпистый вот такие дела так что все друзья всего самого лучшего и встретимся с вами завтра этот отдыхает от стресса я тоже от стресса отдыхаю у нас такая была пробежка небольшая но я правда так испугалась испугалась за то что машины где машины ездят но машины я вот сейчас анализирую все так это машины говорю останавливались собак пропускали и парни молодцы а то бы мне так бежать бежать до дома было и охать и охать каждую дорогу ой вот такой вот стресс я перенесла сегодня ладно встретимся завтра всем пока-пока пока-пока пока-пока-пока